Выходя замуж за Фёдора, Инга не могла поверить своему счастью. Ей казалось, что она выиграла главную лотерею жизни. Красивый, умный, обаятельный жених, косая сажень в плечах, с белозубой улыбкой. Они познакомились на улице, когда девушка с подругами шла с учёбы. Инга училась в набиофаке, а Фёдор был студентом-технарём. Он сразу обратил внимание на невысокую стройную девушку в облегающих брюках, которая шла в стороне от подруг и на ходу что-то записывала. Девушка так увлеклась, что не заметила, как на перекрёстке загорелся красный свет и сделала шаг вперёд, когда машины двинулись вперёд. Её спасла мгновенная реакция Фёдора. Он схватил девушку в охапку и рванул на себя. «Девушка, надо же смотреть, куда идёте!» – возмущённо проговорил Фёдор, а Инга смутилась. «Извините, я заработалась». Догнавшие их подруги были в ужасе. Инга ещё чуть-чуть и страшно представить, что могло случиться. Девушка подняла на Фёдора свои красивые карие глаза и улыбнулась. «Спасибо, что спасли. Меня зовут Инга». «Фёдор, можно просто Федя?» – ответил парень, потирая незаметно ушибленную коленку. Это Инга в падении неслабо задела его каблуком. Неожиданно парень предложил. «Инга, вам в какую сторону? Давайте я доведу вас, чтобы точно быть уверенным, что с вами ничего не случится». Девушка не имела ничего против, тем более, что новый знакомый явно ей понравился. Остальные подруги, поняв тонкий намёк, бросили что-то вроде «пока, до встречи» и пошли своей дорогой. Фёдор уверенно вёл Ингу по аллеям, весело рассказывая разные случаи из своей студенческой жизни, а девушка смеялась в ответ и делилась своими историями. Они не заметили, как прошагали так целых семь остановок, и Инга с некоторой грустью огляделась по сторонам. «Ну всё, Федя, мы уже пришли. Спасибо, что проводил. Пойду теперь к себе. Надо успеть приготовить ужин до прихода родителей». На прощание Фёдор написал номер своего телефона в аппарат девушки и направился в спортивный клуб. Там была запланирована встреча с друзьями, которых он давно не видел. По дороге парень всё время вспоминал Ингу, её застенчиво лукавую улыбку и приятные манеры, которые произвели на него хорошее впечатление. «А ничего интересная девчонка, надо бы присмотреться». И начал присматриваться. Ему нравилось её серьёзное отношение к учёбе и своему будущему, её представление о семейной жизни, чувство юмора и бытовая самостоятельность. Инга подрабатывала учительницей биологии в школе неподалёку от вуза и успевала после пар бегать на уроки. Ей даже дали классное руководство, надеясь, что многообещающая молодая учительница останется в школе после получения диплома. Отношения между молодыми людьми развивались стремительно, и уже через полгода Фёдор сделал Инге предложение. Она была счастлива и не замечала, как её мать озабоченно поджимала губы. «Не рановато ли? Вам ещё жить да жить, ты ещё диплом не получила, а он? Несерьёзный какой-то дочка, может, не стоит спешить?» Однако влюблённая девушка ничего не хотела слышать про отказ от скорой свадьбы. Подруги по курсу успели купить для неё подарок и горели желанием поднести его во время торжества. Все вокруг поздравляли молодых, желая им счастья и крепкой семьи. Первые несколько месяцев семейной жизни прошли как в сказке. Родители молодых супругов решили поддержать молодожёнов и помогали им в меру своих возможностей. Жили Инга и Фёдор в однокомнатной квартире, принадлежавшей дяде Фёдора. «Нам нужно только коммунальные услуги оплачивать и держать квартиру в порядке», – радостно говорил муж. «За остальным, надеюсь, дело не станет». Он устроился на подработку в компьютерный клуб, где следил за оборудованием. С согласия администратора он установил там собственный принтер и получал за распечатку неплохую шабашку, так как туда часто забегали школьники, студенты, взрослые люди с целью по-быстрому распечатать нужный документ. Вскоре Инга обнаружила, что ждёт ребёнка, что стало для молодого супруга неожиданной новостью. Инга до слёз смеялась над его изумлением. «Федя, ничего, что мы не предохраняемся. Ты же говорил, что не против появления наследника». «Ну, это я понимаю», – озадаченно отвечал будущий отец. «А ты точно уверена, что в положении?» «Точнее, не бывает. Вот результат теста». И Инга протянула ему экспресс-тест с двумя полосками. Фёдор, непонимающе, уставился на него. «Что это?» «Тест на беременность. Две полоски означают, что я действительно в интересном положении». Напевая, девушка подошла к зеркалу и стала изучать своё отражение. Она обтянула футболку и надула живот, сделав его круглым. Инге стало смешно, но Фёдору было не до смеха. Он бросил на супругу странный взгляд и ушёл спать с двуспального дивана на раскладушку. «Извини, не хочу тебе мешать, ты всё-таки беременна». «Но пока этого не видно, можешь спать рядом со мной», – обняла его Инга и нежно поцеловала в щёку. Фёдор нехотя вернулся к ней на диван и полночи не мог уснуть. Он всё представлял себе, как будет меняться стройная фигура Инги, как они не будут спать по ночам, укачивая орущего ребёнка, как на его плечи ляжет вся тяжесть по финансовому обеспечению семьи. Однако Инга была настроена оптимистически. «До рождения ребёнка мы оба успеем закончить учёбу. Ты устроишься на нормальную работу, а не подработку, а я могу взять декретный отпуск на полтора-два года. Потом малыша отдадим в садик и сможем работать в полную силу». Однако Фёдору было страшно представить, что он в такой ситуации может оказаться несостоятельным. По мере того, как приближался срок родов, на лице молодого супруга стало появляться задумчивое выражение, которое не нравилось Инге. «Федя, в чём дело? У тебя что-то случилось на работе?» «Нет, на работе всё в порядке», – медленно отвечал муж. Потом неожиданно спросил. «А тебя обязательно рожать? Может, можно пока приостановить этот процесс?» «В смысле остановить процесс? Ты хочешь, чтобы я сделала аборт?» – Инга сделала круглые глаза. «А что? Мне кажется, мы ещё слишком молоды, чтобы возиться с пелёнками и детскими смесями. А если у тебя не будет хватать молока, надо же продумать, как быть в такой ситуации». Инга с нежностью посмотрела на Фёдора. «Федя, ты такой заботливый, так стараешься всё предусмотреть. Но некоторые вещи нельзя предусмотреть заранее. Так что увидим, когда наш сын родится». Но сообщения о сыне не было в радость Фёдору. Он почему-то боялся, что с появлением ребёнка вся его жизнь даст чудовищный крен в сторону бытовухи, и он растворится во всём этом. Инга удивляла поведение мужа и его родителей, особенно свекрови, которая стала делать туманные намёки по поводу того, что им придётся пожалеть о рождении малыша. «Феденька у меня не железный, как он совсем будет справляться, ума не приложу. Надо было всё-таки подождать с беременностью». Подобные высказывания нервировали молодую женщину, а малыш чувствовал состояние матери, давая знать о себе сильными толчками и ударами, которые иногда заставляли Ингу подпрыгивать на месте. В положенный срок родился мульчуган, копия своего отца, с такими же большими лучистыми глазами и тёмным хохолком на макушке. Свекровь сдержанно поздравила молодых родителей, но с того дня перестала им звонить и приходить, хотя ещё месяц назад обещала невестке присматривать за внуком. За уставшей от вечного недосыпа присматривала мама Инги, которая брала Мишу на прогулку. От этого была двойная польза. Малыш много времени проводил на открытом воздухе, а Инга могла отдохнуть пару часов. Несколько раз Фёдор выразил недовольство тем, что Инга перестала успевать выполнять домашние дела. «Как это называется? Я вкалываю, чтобы прокормить нас. Твоя мама смотрит за Мишей. А ты что делаешь? Нельзя было постирать мои футболки, что я завтра надену». Инга чуть не плакала от обиды, слыша такие слова от любимого. Откуда ей было знать, что свекровь обычно проводила инструктаж с сыном перед тем, как он должен был идти с работы домой. «Вот ты её кормишь и поешь, обеспечиваешь ребёнка, пусть и она пошевеливается. Все мы так детей рожали и смотрели, нечего из себя голубую кровь строить». Чем чаще Фёдор приходил к матери после работы, тем чаще возникали конфликты. Самый грандиозный возник, когда сытый Фёдор лениво завалился на диван и заснул. Инга, не успевшая ничего сделать, потому что у неё приболела мама и некому было помочь с ребёнком, который из-за прорезывания зубов не дал ей спать ночью и отказывался слезать у неё с рук, с обидой посмотрела на мужа. Видя, что у него нет никакой реакции, она растолкала его. «Федя, Федя, проснись, пожалуйста». «Ну чего тебе?» – недовольно отозвался супруг. От него явственно пахло пивом, и Инга поморщилась. «Ты когда успел пиво выпить?» «Какое твоё дело, когда и чего я успеваю выпить? Если бы не мама, я бы, наверное, успел с голоду подохнуть. Раз сто!» – раздражённо ответил Фёдор. «Ну выпил. Что тут такого? Не имею права отдохнуть. Ты же целыми днями дома сидишь. Чем ты занята, ума не приложу. Всегда бардак. Мишка орёт. А сама стала похожа на тётку сорока лет». «Федя, у нас дома кончились продукты. Мне серьёзно сегодня не с чего было готовить. Ещё и Мишка плачет не переставая», – дрогнувшим голосом проговорила Инга. «Думаешь, я просто так сижу? Он мне присесть не даёт. Эта температура меня уже достала. Сходи, принеси мне чего-нибудь поесть, раз ты у своей мамы перекусил». Инга не могла и предположить, что её слова вызовут такой гнев и крик со стороны супруга. Весь красный от злости, Фёдор чудом сдерживал себя, чтобы не пустить в ход кулаки. «Вот как? Теперь к моей мастере цепляться начнёшь. А твоя куда смотрела, когда тебя воспитывала? Я устал, как собака, и должен бежать за едой для тебя. А чем ты была занята целый день, можно спросить? Почему у других жёна всё прекрасно успевают? Там не один, а несколько детей. А ты с одним спиногрызом не можешь справиться. Ещё и меня упрекаешь, что дома продуктов нет? Пошла нахрен, никуда не пойду. Или нет? Давай деньги. Принесу». Фёдор точно знал, куда бить. Инга не работала, и последние деньги, которые ей оставляла мать, потратила на подгузники и лекарства для Миши. Ей не на что было что-то покупать для себя. Увидев обезумевшее лицо мужа, молодая мать опустилась на стул без сил и зарыдала, не в силах сдержать слёзы обиды и разочарования. Фёдор, успев после бурной истерики успокоиться, не решался подойти к жене и сказать хотя бы элементарное «прости». Схватив куртку, мужчина выбежал в ночь, а Инга осталась одна, прижимая к себе плачущего сынишку. Через час появилась свекровь, с неодобрением глядя на беспорядок в квартире. Не понимаю, как можно, сидя с одним единственным ребёнком, создать дома такой кошмарный бардак. Тебе мужу не жалко? Он целыми днями на работе, а ты даже не думаешь помочь ему. Пока свекровь разглагольствовала, Инга молча собирала свои и детские вещи. Она успела позвонить родителям, и те отправили за ней такси. Выглянув в прихожую, Инга увидела нерешительно топтавшегося на пороге Фёдора. «Возьми коляску и вещи Миши. Отнеси всё к машине. Я вызвала такси». «Ты куда?» – не понял супруг, послушно вынося коляску с сумкой вниз. «Подальше от тебя. Мы с Мишей здесь никому не нужны. Мы только мешаем тебе жить». Фёдор хотел было ответить, но, заметив опустошённый ледяной взгляд Инги, замолчал. Свекровь только крикнула. «Сынок, она сама доедет, не маленькая. Поднимайся скорее наверх. Здесь надо хоть что-то привести в порядок. Совсем квартиру засрали». Инга развелась и не стала требовать алиментов в пользу Миши. Она не хотела, чтобы в будущем у супруга были какие-либо рычаги давления на сына. Когда Мише исполнилось три года, Инга отдала его в детский сад и устроилась на работу. Про уроки биологии пришлось забыть, потому что зарплата была низкая, а снимать жильё и содержать себя с ребёнком на такие деньги было крайне сложно. Фёдор не напоминал о себе, изредка спрашивая по телефону про сына, но личной встречи с мальчиком он не просил. Инга устроилась репетитором в онлайн-школу, чтобы консультировать поступающих в медицинские вузы, и неплохо зарабатывала. Однажды ей пришлось ехать на встречу с учеником в другой конец города. А чтобы Миша не боялся один в квартире, Инга забрала Мишу с собой. Мальчик тихо сидел в уголочке, пока мама вела занятия. На обратном пути мать и сын сели в такси, водитель которого с интересом изучал своих пассажиров. Он оказался очень лёгким и приятным в общении, так что Миша даже сказал, что этот дяденька очень хороший. «Если вам нужно будет куда-то поехать, вот моя карточка», водитель протянул женщине визитку. «Ой, извините, я даже не представился. Меня зовут Тарас». Инга назвала своё имя и сына, а Миша по-свойски протянул руку. «Здравствуйте, дядя Тарас, а я Миша». «Очень рад познакомиться, Миша». У Инги возникло странное чувство, что она уже видела нечто подобное. Миша никогда раньше не спрашивал про отца, но после возвращения домой неожиданно задал вопрос. «Мой папа, дядя Тарас, почему он раньше не приходил?» «Нет, не он», – растерялась женщина. «Почему ты так решил?» «Потому что он хороший, с ним было интересно», – не по-детски серьёзно ответил сынишка. Его слова заставили Ингу задуматься. Она после развода поставила жирный крест на своей личной жизни и не планировала когда-либо строить отношения с другими мужчинами. Инга считала, что разведёнка с прицепом, к которой она относила себя, никогда не сможет повторно создать нормальную семью, кому нужно воспитывать и заботиться о чужих детях. Однако, вспоминая, какие взгляды на неё украткой бросал Тарас, женщина впервые заставила себя по-другому взглянуть на свою текущую жизнь. «Я ведь не старуха», – прошептала она, изучая своё отражение в зеркале. «Хотя, скорее всего, он хотел всего лишь флирта. Ничего более». К её удивлению, когда нужно было срочно ввести Мишу на обследование, Инга, позвонив Тарасу, обнаружила, что он уже дожидается её возле дома. «А я всё думал, когда вы решитесь воспользоваться моими услугами», – сообщил он. Распахнув дверцу перед маленьким пассажиром, Тарас серьёзно сказал. «Михаил, надо пристегнуться. Договорились?» «Конечно», – важно ответил мальчишка, натягивая на себя ремень безопасности в детском автокресле. При виде этого приспособления Инга удивлённо посмотрела на водителя. «Вы что, теперь развозите деток?» «Нет, не всегда. Недавно купил, чтобы было куда малышей пристраивать при поездке», – невозмутимо ответил Тарас. А Инга задала себе вопрос. «Почему?» Однако она молча села в салон, и они поехали. По дороге Тарас сосредоточенно молчал, а маленький Миша изучал схемы рисунков в своей книжке для раскрашивания. Вернувшись после больницы, Инга отправила мальчика обратно в детский сад, а сама села просматривать темы для предстоящих занятий. Неожиданно прозвенел звонок. Кто-то нажимал на кнопку у входной двери. Открыв дверь, женщина увидела Тараса, который держал в руках оставленную в салоне раскраску Миши. «Извините, что беспокою, но это ваш сынишка забыл в моей машине», – сказал водитель, протягивая книжку Инги. Ей стало неловко, и она открыла дверь пошире. «Спасибо, я бы про неё так и не вспомнила, а Миша бы расстроился. Хотите чаю?» Тарас, не раздумывая, согласился. «Честно говоря, от горячего чайку я бы не отказался». Они провели на кухне больше часа, говоря о ничего не значащих пустяках. У Инги снова появилось чувство, что она давным-давно знает этого человека. Судя по словам Тараса, он испытывал то же самое. Взглянув на наручные часы, мужчина решительно встал и отнёс свою кружку в мойку, всполоснул её как следует и объяснил удивлённой хозяйке. «Извините, не могу злоупотреблять вашим временем. Мне пора ехать. Скоро выхожу на смену в службе такси. Передайте привет Мише. Он у вас классный пацан». Тарас стал приходить к ним под предлогом того, что ему было по пути с очередного маршрута. Миша привык к почти ежедневному общению с ним и стал ждать своего нового друга с особым нетерпением, чем иногда доводил мать до приступов ревности. «Надо же, знает этого типа без году неделя, а спрашивает про него так, словно всю жизнь вместе живёт», бурчала тихо Инга, когда Миша спрашивал, приедет ли к ним дядя Тарас. Со временем Инга стала замечать, как Тарас украдкой бросает на неё пламенные взгляды, но моментально отводил глаза в сторону. Он вывозил каждую неделю Ингу и Мишу в парк развлечений, городской парк и пляжную зону, чтобы мальчик мог в волю побегать и поиграть, нередко составляя ему компанию в этом деле. Миша визжал от восторга, когда Тарас сажал его к себе на плечи и гонялся так за Ингой, изображая охоту космического пришельца на земную добычу. И однажды Тарас решился сделать предложение молодой женщине. Прошёл почти год с момента их знакомства. Инга после раздумий ответила «да», а Миша радостно захлопала в ладоши. «Ура! У меня теперь есть лучший папа на свете!» Его слова заставили Ингу очнуться. Как изменится отношение Тараса с Мишей, когда они официально поженятся и у них родятся другие дети? Однако Тарас, помолчав, печально ответил. «На этот счёт не беспокойся. Мои отношения с твоим сыном не изменятся. Я его принял как родного с первой минуты общения. Почему ты так уверен в этом? Потому что у меня не может быть своих детей!» Жёстко ответил Тарас и отвернулся. Инга видела, что ему неприятна эта ситуация и тихо проговорила. «Мне не важно, сможешь ли ты стать биологическим отцом другим детям, но мне важно, как ты относишься ко мне и Мише. Я не хочу тебя терять!» После свадьбы Инга и Миша переехали в просторную квартиру Тараса, где у мальчика впервые появилась своя комната. Тарас работал водителем в службе такси, мог уйти на смену в ночное время, но всегда находил несколько свободных минут, чтобы пообщаться с пасынком. Миша с нетерпением ждал его возвращения с работы и рассказывал о своих успехах в учёбе отчему раньше, чем матери. В спокойной безмятежной обстановке прошли 10 лет. Однажды Инга наткнулась на бывшего мужа, Фёдора, который поджидал её возле кабинета администратора. При виде бывшего супруга Инга застыла, он очень изменился, причём не в лучшую сторону. Фёдор заискивающе улыбнулся, приветствуя Ингу. «Здравствуй! Шикарно выглядишь! Как жизнь?» «Нормально! Ты откуда взялся? Да ещё спустя столько лет!» Насмешливо спросила Инга, от которой не укрылась ни одна мелочь. Порванный рукав его, потрёпанные куртки, несвежая рубашка, помятые брюки. «Так соскучился по тебе и Мишке», – фальшивым голосом продолжал Фёдор и постарался обнять бывшую жену. Она отстранилась от него и холодно посмотрела на мужчину. «Ты вообще помнишь, что мы в разводе, и что ты ни копейки не давал после этого?» «Помню, но ты помнишь, как мы любили друг друга. Признаю, я был идиотом. По молодости лет слишком уж слушал маму и наломал дров. Но, может, ты найдёшь для меня пару минут, и мы поговорим в более спокойной обстановке». Он смотрел на неё такими преданными глазами, что Инга смутилась. Тут же в её памяти всплыли жаркие ночи в одной постели с молодым мужем, когда у них всё было как в сказке. После той встречи с бывшим мужем, Инга впервые задумалась о том, как ей живётся с Тарасом. Да, он любил её и Мишу, но она не испытывала к нему таких чувств. Ей стало казаться, что это несправедливо, когда она живёт окружённой любовью, которая ей не особо-то и нужна. Инге захотелось снова увидеть Фёдора, вспомнить, как им было хорошо, и она сама позвонила бывшему мужу, после чего изменила тому, с которым жила. Тарас сразу понял, что произошло, и очень расстроился, услышав слова Инги. «Прости, я не могу так больше жить. Ты замечательный муж и отец, но я тебя не смогу полюбить так, как любила своего первого мужа». «Ты в своём уме, мама!» – поднял крик Миша, когда мать сообщила, что собирается разводиться с Тарасом. «Он сам отказался от нас, ничем не помогал. А ты хочешь вот так просто отказаться от такого замечательного человека, как Тарас? Делай, что хочешь, но я с тобой не пойду. Останусь со своим настоящим отцом и буду жить с ним, пусть даже и без тебя». Инга была в шоке после слов сына, который на суде снова повторил, что не хочет жить с матерью и останется с отчимом. Фёдор и Инга ушли ни с чем, а Тарас не смог скрыть слёзы, обнимая Мишу. «Спасибо тебе, сынок». Инга стала жить с Фёдором, и всё было как в сказке первые две недели. Затем выяснилось, что Фёдор за столько лет так и не расстался со своими барскими замашками, требуя от жены обеспечить ему полный уют и покой, с чем Инга, прожившая в другой обстановке, не смогла смириться. После нескольких крупных ссор, когда в квартире было перебито всё, что можно, женщина поняла, пора возвращаться к Тарасу и сыну. Она не сомневалась, что они примут её, ведь Миша был её родным сыном, а Тарас не раз доказывал свою любовь. Увы, всё оказалось не так. Открыв дверь и увидев Ингу с поникшим взглядом, бывший супруг всё понял без слов, однако не спешил впускать женщину внутрь. Миша, тут кое-кто пришёл, крикнул он вглубь квартиры, и парнишка выглянул из своей комнаты. При виде Инги его лицо удивлённо вытянулось. – Миша, тут кое-кто пришёл, – крикнул он вглубь квартиры, и парнишка выглянул из своей комнаты. При виде Инги его лицо удивлённо вытянулось. – Мам? – Сынок, простите меня, я была не права. Инга бросилась обнимать Мишу, но он оттолкнул её от себя. – Нет, мама, то, что ты сделала, называется предательством. Папа тебя очень любил, а ты растоптала его. И на меня наплевала, не захотела считаться с моим мнением. Так что теперь нам не по пути, извини уж. Дверь перед Ингой захлопнулась, и она, не видя ничего перед собой, вышла из подъезда.